Доброе утро! С новостями на канале УТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете, как написали тотальный диктант новосибирцы, где в интернете можно продать лишние продукты с огорода и какая мировая звезда музыки выступит завтра в областной столице. Итальянцы в России. Сегодня губернатор Владимир Городецкий встретится с чрезвычайным и полномочным послом Европейской Республики. Итальянская делегация находится в нашем регионе с официальным визитом. Цель приезда – расширение экономических связей между Республикой и Новосибирской областью, а также представление почетного консула в Новосибирске. Подробности встречи расскажут мои коллеги в вечерних выпусках новостей. Любой желающий может сделать главный парк Первомайского района Новосибирска чище. Сегодня в два часа дня состоится городская добровольческая акция «Чистая территория». Заявки на участие подали около 350 новосибирцев. Всем неравнодушным выдадут перчатки и мешки для сбора мусора, а также необходимый инвентарь. Во время акции можно сдать использованные батарейки в «Экомобиль» – передвижной пункт приема опасных отходов. Добровольческий отряд, который привезет самое большое количество батареек, получит специальный приз. Итоги акции «Тотальный диктант» подвели во всем мире. В нем приняли участие больше 140 тысяч человек на всех шести континентах. Как с проверкой грамотности справились новосибирцы, выясняла Анастасия Чернышева. Более 2000 площадок, 732 города и 4 полярные станции. За границей проверить свою грамотность больше всего захотели эстонцы. В Таллине за парты сели более 2000 человек. Проверить такое количество работ вручную невозможно. В этом году каждому участнику выдавали специальную форму, которую затем обрабатывает компьютерная программа. Участники вписывают свои идентификационные данные, в дальнейшем эти работы сканируются, это уже было сделано и автоматически распознаются. И далее операторы, которых требуется значительно меньше, чем, естественно, при полностью урочном годе, просто уже проверяют результаты распознавания и правят те ошибки, которые могла допустить программа. С инициативой написать тотальный диктант выступили жители Качковского района. Елена Вельгушева сама связалась с организаторами, пригласила участников и провела акцию. Много городов. Города все крупные, массовые. Присоединяются к этой акции, чтят русский язык, почитают свою родную страну. Но почему же мы, жители Качковского района, не можем присоединиться, отдать дань уважения к тому языку, на котором мы говорим? В 2004 году тотальный диктант написали 150 человек. Но за 12 лет проект вырвался из стен НГУ, а его главными вдохновителями по-прежнему остаются выпускники его гуманитарного факультета Ольга Рябковец и Егор Заикин. Каждую проверку знаний они стараются сделать еще увлекательнее. От фрагментов произведений классиков они перешли к современным авторам, которые создают тексты специально для тотального диктанта. 16 апреля свой текст представил детский писатель Андрей Усачев. Тема – истории древних цивилизаций. В этом году организаторов очень впечатлили результаты написания сложного текста. Очень высокая планка, практически профессиональный уровень владения русским языком. И это настоящие олимпийские боги тотального диктанта, наши отличники, а все его участники, конечно же, очень большие герои. В Новосибирской области около 90 человек получили пятерки. 28 апреля им вручат награды и поздравления. А тотальная работа над ошибками пройдет 22 апреля в рамках курсов «Русский по пятницам» на площадках новосибирских вузов. Анастасия Чернышева, Елена Мершниченко, Антон Мамаев. Новости ОТС. Излишки в интернет. Житель Новосибирска создал сервис для онлайн-торговли продуктами с огорода. С помощью сайта фермеры и владельцы дач смогут бесплатно размещать объявления о продаже овощей и фруктов. Об этом пишет городской портал. Ранее сервис уже работал на территории Кемеровской области и пользовался популярностью у местных жителей. Вскоре подать объявление с помощью него смогут также жители Алтайского края. Мировая премьера авторской программы Алексея Игудесмана пройдет завтра в Новосибирске. Выступление состоится в рамках Транссибирского арт-фестиваля 2016. Музыкант уже выступал в этом проекте два года назад и он является единственным человеком, который выйдет на сцену во второй раз. В программе с названием «Вальсы мира» использовали музыку Штрауса, Моцарта, Чайковского, Шостаковича и других. И о спорте. Сегодня на стадионе Чкаловиц пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Участники забега – школьники, студенты и воспитанники спортивных школ Дзержинского района. Церемония открытия праздника начнется в 12.30. Эти соревнования станут отборочными для участия в городской юбилейной эстафете в памяти маршала Александра Покрышкина. Напомню, общегородской забег проводят ежегодно 9 мая. В этом году легкотлеты выйдут на старт уже в 70-й раз. Пока это все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Желаю всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Доброе утро. С новостями на канале УТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете, для чего в Новосибирске собрались медики из России и Европы, как в районах области проходят мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, и какой кинофестиваль стартовал в областной столице. Второй международный медицинский турнир для студентов в НГУ. В состязание примут участие 19 команд из ведущих вузов России, а также Сербии и Германии. Чтобы установить международные контакты и распространить знания по всему миру, участникам предлагают провести турнир в формате живого общения. Помимо соревнований в программу входят экскурсии в клиники-медицинские центры Новосибирска. Для справки, Новосибирский государственный университет занимает второе место среди лучших университетов России. В нем больше 6,5 тысяч студентов, а учебный план включает свыше 300 дисциплин. Новосибирск готовится к форуму «Городские технологии». Гостей ждет интерактивная выставка, на которой представят научные экспонаты, а также новейшие производственные технологии, предназначенные для повышения качества жизни горожан. Игровой формат передвижения по экспозиции позволит участникам задуматься о своем месте в сложном технологическом мире и о том, как реализовать себя. Кроме того, школьники увидят, как идеи можно воплотить в реальные проекты. А вот сдвинские школьники стали участниками патриотической акции «Герои Отечества». На открытом занятии в одной из школ побывала наша съемочная группа. В классе завораживающая тишина. Тема урока – Великая Отечественная война. И многое множество наших соотечественников положили свои жизни за свою родину в страшные годы испытаний, в годы войны. Кадры военной хроники, рассказы о героизме, о местах великих сражений – все это помогает ребятам узнать больше о тех днях. Они защищали себя, защищали семьи, свою родину. Наша задача – продвинуть это все, рассказать всем, чтобы никто не забывал, все помнили. Никого не оставили равнодушными истории о юных фронтовиках. Дети были на войне, боевали. Вот это затруднило. Дети были ужасные, храбрые, что никак за себя не волновались ради Родины. Сотрудники Карасупского краеведческого музея подарили школе капсул со священной землей с мест боевой славы. С точки зрения их восприятия, я вижу в их глазах заинтересованность. Они со временем поймут, наверное, все-таки свою задачу, что они, во-первых, преемники их отцов и дедов. И они продолжатели не только памяти, но и дела этих наших предков, наших солдат. В акции «Герои Отечества» приняли участие больше сотни учеников. Галина Распопина, Сергей Шевченко, Новости ОТС. Сколько памятников архитектуры в Новосибирской области, как их охраняют, а также как они могут стать объектом внимания для иностранных туристов. На эти и другие темы сегодня в ходе пресс-конференции ответят эксперты. В частности, они расскажут о планируемых реставрационных и археологических работах и пополнении реестра объектов культурного наследия. Также озвучат планы развития туристической инфраструктуры вблизи исторических мест. Новое кино «Италии в победе». Восьмой раз в Новосибирске целую неделю будет царить современный итальянский кинематограф. В рамках фестиваля покажут работы режиссеров, которые представляют фильмы о сегодняшней Европейской республике. Многие художники, показавшие свои первые ленты на этом форуме, стали известны во всем мире. Яркий пример – режиссер Пауло Соррентино, получивший в 2014 году премию «Оскар» за фильм «Великая красота». В программе фестиваля 2016 года семь фильмов разных жанров, поднимающих темы, которые сегодня волнуют зрителей любой страны. В предстоящие выходные в Новосибирске выступят артисты лейбла «Блэк Стар». В крупнейшем торговом центре «Аура» пройдет концерт «Элуана», «Мото», «Кристина Си» и «Ханны». Музыкальный праздник посвящен празднованию пятилетия торгового центра «Аура». Гостей мероприятия ждет финал акции «Наши подарки заводят». Ценные призы – два автомобиля, пять велосипедов, скутеры и телевизоры. Посетители обещают удивлять и радовать не только конкурсами и творческими номерами, но и красочным фейерверком в финале праздника. Пока это все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Желаю всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Доброе утро. С новостями на канале УТС Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете о рейде в частном секторе Новосибирска, о транссибирском арт-фестивале и о том, чем в очередной раз отличился бывший игрок хоккейной Сибири Владимир Тарасенко. Частный сектор под присмотром. Сегодня специалисты по делам гражданской обороны и спасатели посетят Первомайский район Новосибирска. С наступлением теплых дней полыхает сухая трава, горит мусор, огонь перекидывается на строение. Не исключает и умышленные поджоги. Чтобы избежать возгорания, эксперты проводят профилактические рейды. С владельцами частных домов беседуют и напоминают элементарные правила обращения с огнем. Работодатели готовы отпускать сотрудниц в декрет только на полтора года. Это показали результаты опроса российских компаний. На три года с подчиненными готовы расстаться лишь 30% начальников. А вот 10% отпустят работниц только на полгода. Чаще всего беспокойство работодателей связано с временной потерей профессионалов, а также заботами по поиску и обучению нового сотрудника. Половине компаний сотрудницы с детьми до трех лет работают в обычном режиме. Больше трети руководителей готовы практиковать неполный рабочий день. А 17% компаний молодым мамам дают возможность работать удаленно. Горячая телефонная линия для граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, пройдет в Новосибирской области. Свои вопросы можно задать завтра с двух до четырех часов дня. Специалисты ответят на темы, касающиеся пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания и мер социальной поддержки людям, оказавшимся в радиационной зоне. В апреле 2016 года исполняется 30 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, который по масштабам является крупнейшей аварией современности. Виртуозы классической музыки Клара Джумикан, Андрей Демаркет и Сергей Тарасов дали второй районный концерт в рамках Трансибирского арт-фестиваля. Программа уникальна. Такая подборка сочинений камерной музыки 18-19 века звучала только на площадках Ордынки и Эскетима. Ирина Звягина побывала на репетиции. Рояль настроен, зал ждет зрителей и артистов. К Дому культуры они подъезжают за полтора часа до выступления. Сразу скажу, никаких требований, никаких райдеров. Те артисты, которые сегодня, а это звезды мирового уровня, никогда не предъявляли и не предъявляют. До начала концерта остается чуть более 30 минут. Музыканты еще репетируют. Говорят, что когда артист приезжает в незнакомую ему ДК, это можно сравнить с новосельем. Музыканты должны привыкнуть к новому дому, к тому, как в новых стенах будет звучать их музыка. Сергей Васильев говорит, зал не идеальный, но акустика хорошая. Задача работников филармонии – услышать, как звучат инструменты. Ведь сегодня артисты выступают с уникальной подборкой классики. Именно в этом составе, в такой программе, это вот единственный концерт был в Ордынском, и вот второй концерт, и не знаю, когда удастся это повторить, это в Искитиме. Поэтому, ну, это уникальная служба, думаю, что вариант такой случай. В концерте будут звучать скрипка и виолончель с Традивари. Инструменты требуют особенного ухода. Мы являемся некими посредниками, которые передают эстафету, потому что на этих инструментах будут играть следующие поколения. И наша задача в наше время, здесь и сейчас – донести эти уникальные инструменты до следующих музыкантов. Трио еще под впечатлением от прошлого концерта. Говорят, такого теплого приема в Новосибирской области не ожидали. Нас здесь потрясающе принимают. И так вкусно едим. Сам художественный руководитель фестиваля. Потрясающий парень. И одно нахождение на его орбите многое дает. Мы подружились с прекрасными людьми. Это такая возможность одновременно работать, отдыхать и дарить музыку. Все билеты проданы. Среди зрителей много учителей, врачей, работников культуры. Наверное, у женщин более любовь такая классики. Более такой интерес послушать это, увидеть, как все это происходит. Как сказали артисты, выходя на сцену, они чувствуют магию зала. Восторженные глаза зрителей сродни волшебству. И в таком случае Транссибирский арт-фестиваль принес эскетимцам полтора часа музыкального чуда. Ирина Звягина, Владимир Анапричук. Новости ОТС. Владимир Тарасенко, единственный новосибирец в Национальной хоккейной лиге, забросил две шайбы в матче плей-офф с Чикаго и был признан второй звездой игрового дня. Сент-Луис Блюз, за который выступает Тарасенко, на выезде обыграл действующего обладателя Кубка Стэнли Чикаго Блэкхоз в четвертом матче серии со счетом 4-3. Двумя шайбами в составе Блюз отметился российский нападающий Владимир Тарасенко, забив свой второй и третий голы в текущем розыгрыше плей-офф. Всего на счету Тарасенко пять результативных очков в четырех матчах. Сент-Луис ведет серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующая встреча команд состоится 22 апреля. Пока это все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Желаю всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Доброе утро. С новостями на канале ОТС. Александр Жорбин. В этом выпуске вы узнаете, как изменятся паспорта россиян, когда начнется ремонт на федеральных трассах и какие музыкальные звезды выступят в Новосибирске в предстоящие выходные. Дорожники приступают к ремонту федеральных трасс в Новосибирской области. Старт работ 23 апреля. В связи с тем, что на некоторых участках изменят схему движения, водители призывают отнестись с пониманием к возможным затруднениям движения, соблюдать установленный скоростной режим и безопасную дистанцию. Всего в этом году дорожные службы отремонтируют больше 230 километров трасс. Жителям России заведут электронные паспорта. Их массовая выдача начнется с 1 января следующего года. Документ понадобится для доступа к госуслугам. По нему будут проводить идентификацию жителей России. Электронные паспорта придут на смену универсальным картам. В документ внесут основные данные владельца. А также по желанию запишут ИНН, номер карты пенсионного страхования, банковский чип и электронную подпись. Первый региональный конкурс «Чтение на китайском языке» проходит в столице Сибири. 20 лучших студентов-полиглотов из вузов Новосибирска, Омска и Барнаула борются за звание лучшего. Мария Беневольская – студентка Новосибирского государственного педагогического университета. Китайский изучает два года. В конкурсе участвует впервые. С профессией уже определилась и мечтает попасть в Китай. По образованию педагог китайского и английского языка я очень хочу продолжать заниматься этим. Я хочу обучать детей, взрослых. Мне это очень интересно. В России конкурс проводят первый раз. Тема – очарование китайского языка и красота провинции Ляонин. Из большого количества желающих отобрали 20 лучших. Основные условия – знание истории, произношение и оригинальность выступления. Это первый раз, а потом мы будем проводить конкурсы регулярно. Я первый раз в России, и город Новосибирск произвел на меня очень хорошее впечатление. Это красивый город, а самое главное – теплый. Все говорили, что холодно, но вчера было как летом, теплее, чем в Китае. Еще мы будем проводить конкурсы по экономике и техническим профилям. Еще одно условие конкурса – участвуют те, кто ни разу не посещал Китай. У ребят хороший стимул победить. Призы гости из Китая подготовили серьезные. Шесть дебютантов летом отправятся на неделю в Поднебесную. Также за первое место вручат компьютер, за второе – айпад и за третье место – зеркальную фотокамеру. Китайский язык с каждым годом становится популярным у русских студентов. Подобные конкурсы устных выступлений на китайском языке помогают ребятам преодолевать языковой барьер. По словам жюри, подготовка новосибирцев высока. Отличились студенты первых курсов. Они могут дать фору полиглотам. Такое региональное сотрудничество на уровне, допустим, провинции Львовина и Новосибирской области считается, я считаю, перспективным и есть для этого необходимый ресурс. Конкурс хотят сделать ежегодным. Проводить будут в Новосибирске. Представителям Китая нравится расположение столицы Сибири на карте России, то есть в центре. Алексей Кузьмин, Александр Егоров, новости ОТС. В предстоящие выходные в Новосибирске выступят артисты лейбла «Блэк Стар». В крупнейшем торговом центре «Аура» пройдет концерт «Элуана», «Мото», «Кристины Си» и «Ханы». Музыкальный праздник посвящен празднованию пятилетия торгового центра «Аура». Гостей мероприятия ждет финал акции «Наши подарки заводят». Ценные призы – два автомобиля, пять велосипедов, скутеры и телевизоры. Посетители обещают удивить и радовать не только конкурсами и творческими номерами, но и красочным фейерверком в финале праздника. Новосибирская делегация выступит на Дельфийских играх – состязаниях в различных областях искусств. 15-е молодежные игры стартуют 22 апреля в Тюмени. Команда нашего региона примет участие в играх в десятый раз. В пяти из них новосибирцы занимали первое общекомандное место. В программе и соревнованиях 29 номинаций, среди них народное и академическое пение, современный классический танец, а также цирковое, кулинарное и парикмахерское искусство. Ожидается, что в играх примут участие больше двух молодых тысяч людей в возрасте от 10 до 25 лет со всей России. Напомню, Новосибирская область занимает в Дельфийском рейтинге лидирующую позицию. Пока это все новости. С ними вас познакомил Александр Жорбин. Желаю всем удачного дня и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин